Планерка в городской администрации по традиции начинается с гимна. Вопросы на повестке актуальны. Один из них депутаты единогласны в своем решении и с миром возвращают кандидата на пост исполняющего обязанности сети-менеджера Читы Виктора Машукова туда, откуда взяли. Восвояси, домой, в Читинский район. К слову, приземлиться вожделенное кресло ему помешало уголовное дело о халатности, возбудили которое из-за нападений бродячих собак на жителей Читинского района. После чего Машуков сам отозвал свою кандидатуру. За данным решением предлагается назначить исполняющим обязанности руководителя администрации городского прокурора Чита Гринишина Андрея Викторовича. В соответствии с законом, исполняющим обязанности назначается и числа заместителей предыдущего руководителя. Спасибо. Решение комитета? Комитет поддержал единогласно. Спасибо. Кандидатуру Гринишина также единогласно поддержали и депутаты, отметив его как грамотного и компетентного специалиста. Работы мы прекрасно принимаем очень много и в связи с этим назначением стоит только пожелать сил, напористости, продвижения решений во благо городского округа и понимания, что все, что мы делаем, мы делаем на благо каждого. Уважаемый Евгений Викторович, уважаемые депутаты, хотел бы выразить большую благодарность за данное решение. В официально новом статусе Андрей Гринишин первым делом займется проблемами, связанными с отопительным сезоном и тем, за что так часто горожане недобрым словом вспоминали бывшего сети-менеджера с Кольскими улицами. Сейчас это прежде всего прохождение отопительного периода, то есть в Чите мы видим такие серьезные морозы, сейчас главное этот период нам безаварийно пережить, чтобы у людей все коммунальные услуги были оказаны в полном объеме и вовремя. Это первая задача, безусловно, задача уборки дорожно-уличной сети, то есть у нас, когда снег, есть определенные проблемы с этим, мы пытаемся перестроить технологию уборки. К сожалению, не всегда хватает у нас, скажем так, и техники, и людей у нашего ДМРСУ, но тем не менее, через изменение подходов и технологий мы пытаемся максимально эту тему закрыть. Закрыть тему Гренишин хотел бы и с несанкционированными свалками. Одним словом, работы много, местное наследство оставлено богатейшее. А вот занимать или не занимать в дальнейшем кресло сети-менеджера не знает, еще не определился. Я пока для себя не решил, буду ли я участвовать в этом конкурсе. На сегодняшний момент я просто, как человек ответственный, должностное лицо, я исполняю обязанности. Поэтому я дальнейшее комментировать не буду о том, что на заседании Думы сказано, что было, что я неоднократно исполнял обязанности руководителя администрации. Поэтому для меня это уже как бы не новость. Будем продолжать работать, серьезные проекты, в 23-м году мы начинаем. Поэтому надо все сделать вовремя и эффективно. А вот с мнением некоторых горожан, что Гренишину якобы не хватает смелости и напористости как управленцу, он категорически не согласен. Внешность обманчива. Зверь в нем спит и лучше его не будить. Что я могу сказать? Просто эти люди, наверное, плохо меня знают. Вот и все. Если я где-то, может быть, интеллигентно более подхожу к каким-то вопросам, но я считаю, что это, наверное, не сломена, это правильное поведение руководителя. А коллеги знают, насколько я могу быть жесток в своих решениях. Анжелика Понебрашина, Иван Дементьев, ЗАПТ-В. Продолжение следует... Нам очень нужна ваша поддержка и важно ваше мнение.